Следующий критерий, который мы с вами рассмотрим, и с помощью которого попытаемся установить уровень ценностей в разных странах, является телесное наказание детей. Но прежде чем мы с вами будем рассматривать статистику по странам, мы рассмотрим виды телесных наказаний для детей в нашем современном обществе. Телесное наказание детей в наше время практикуется в двух видах. Телесное наказание в семье, когда родители наказывают ребенка с целью послушания. И телесное наказание в школе. В некоторых странах на законодательном уровне присутствуют законы, которые позволяют осуществлять телесные наказания детей в школах. Телесные наказания детей в школах и в семьях классифицируются на два вида по степени силы и тяжести. Первая степень – это применяемая сила наказания с целью исправления поведения ребенка является разумной и не приводит к сильным физическим повреждениям. Данная степень наказания в некоторых странах приемлема даже на законодательном уровне. Вторая степень – это когда применяемая сила наказания приводит к настолько сильным повреждениям, что это может классифицироваться уже как побои. Данная сила наказания запрещена во всех странах и недопустима для применения к воспитанию ребенка. Вернемся к нашей карте. Прежде чем мы будем с вами разбирать статистику по странам, я хочу ознакомить вас с маркировкой, которую я применил для обозначения этой статистики. В тех странах, где телесные наказания детей разрешены, я обозначил сокращением слова «разор», то есть «разрешено». Белый цвет указывает на то, что в стране этот вопрос еще не рассматривался на законодательном уровне. Поэтому там нет законов, которые либо разрешают делать телесные наказания детей, либо запрещают. Раз нет законов, значит оно разрешено пока в данном обществе. Зеленый цвет указывает на то, что на законодательном уровне разрешены телесные наказания только в семье, родителям. В школах и в других заведениях телесные наказания детей запрещены. Желтый цвет указывает, что телесные наказания детей на законодательном уровне разрешены как в школе, так и в семье. Там, где полный запрет на все виды телесных наказаний детей, я обозначил год, в котором был принят этот закон. Начнем с кластера, который объединяет в себя страны, где зародилось и существует протестантское движение и оказало влияние на ценности общества. В Швеции в 1979 году был принят закон, в котором официально запрещалось телесные наказания детей как в школе, так и дома. Швеция считается первой в мире страной, где наказания детей были запрещены на законодательном уровне. Все разногласия и непослушания детей необходимо решать с помощью разговоров, объяснений. Несмотря на то, что есть закон о запрете телесных наказаний детей в Швеции, тем не менее, уголовная ответственность наступает только тогда, если при наказании ребенка были нанесены настолько сильные повреждения, что они могут классифицироваться как побои. В Норвегии был принят подобный закон в 1987 году, практически сразу же за Швецией. Но не все страны в протестантской Европе приняли такие законы. Например, в Швейцарии есть закон, который разрешает телесные наказания детей, но только всеми. Следующий кластер, который мы с вами рассмотрим, включает также в себя страны Европы, но только на ценности эти страны оказало влияние католическое учение. Практически во всех этих странах на законодательном уровне есть запрет на любой вид физического наказания детей. Например, в Испании такой закон был принят в 2007 году, в Италии в 1996 году, во Франции в 2019 году, в Португалии в 2007 году. А вот интересное дело обстоит в кластере, который включает в себя страны, объединены одним языком, то есть англоязычные страны, бывшие колонии Великобритании. В Великобритании существует закон, который разрешает наказывать физических детей, но только в семьях. В школах подобные наказания запрещены. В законе закреплено право на применение таких наказаний, но оговорено, что от них не должно оставаться следов. Подобный закон присутствует и в Канаде, также позволяющий наказывать физических детей в семьях. В статье 43 Уголовного кодекса Канады говорится о том, что родители могут применять разумную силу физического наказания как форму дисциплинарного воздействия. В Австралии телесные наказания детей в семьях также законодательно разрешены. А вот по Соединенным Штатам Америки есть интересные моменты. Дело в том, что США состоит из разных штатов, где законодательства имеют свои отличия. В целом, в Соединенных Штатах Америки телесное наказание детей не запрещено в семьях, но в некоторых штатах разрешены телесные наказания в школах. Это в 19 штатах из 50 штатов такое есть законодательное разрешение. Очень сильно контрастное различие между странами англоязычными и европейскими странами. Давайте посмотрим на Израиль. В Израиле в 2014 году был принят закон, который запрещает физически наказывать детей в семьях и в школе. То есть в Израиле уже такой закон есть тоже. Несмотря на то, что в их религиозном учении, в частности в Торе, существует предписание физически наказывать детей. Теперь давайте посмотрим на кластер, который включает в себя страны, на ценности которых оказало влияние учение православной церкви и строительство коммунизма. В России физическое наказание детей разрешено на законодательном уровне, но только в семьях, в школах запрещено. В Сербии физическое наказание детей не рассматривалось еще в правительстве, о нем не было никаких обсуждений, поэтому не принято никаких законов, не запрещающих это делать, не позволяющих. Поэтому по умолчанию физическое наказание детей позволительно. А раз нет закона, то значит автоматически есть разрешение наказывать физических детей. В Румынии в 2004 году был принят закон, который запрещает наказывать физических детей как в семьях, так и в школах. По странам этого кластера можно сказать, что в большинстве из этих странов физическое наказание детей в семьях позволяется. Теперь опустимся немножко ниже и посмотрим на кластер, который включает в себя страны Южной Америки. Подавляющее большинство этих стран имеет законы о запрете физического наказания детей как в семьях, так и в школе. Например, в Бразилии этот закон был принят в 2014 году, в Мексике в 2007 году, на Филиппинах в 2023 году. Следующий кластер включает в себя страны, на ценности которого оказывает и оказало большое влияние учение ислама. По данным странам следует заметить, что часть из этих стран приняла законодательное решение о запрете физического наказания детей. Такая страна, как Турция в 2016 году, страна Африки, такая как Кения в 2010 году. А с другой стороны, есть страны, в которых на законодательном уровне закреплено разрешение физически наказывать детей как в семьях, так и в школах. Например, в Ираке есть такой закон, позволяющий это делать. В Египте тоже есть такой закон. Ну и, наконец, последний кластер, который мы с вами рассмотрим, это страны Востока или страны, на ценности которых оказало большое влияние учения Конфуция и восточных религий. Отношение к физическому наказанию детей в этих странах различно. В Японии в 2020 году был принят закон, который запрещает физически наказывать детей как в школе, так и в семьях. А вот в Южной Корее, наоборот, есть закон, который позволяет наказывать физически детей и в школах, и в семьях. В Китае этот вопрос еще не рассматривался, то есть он не стоит очень остро в обществе и в китайском правительстве, поэтому нет никакого законодательного решения, либо позволяющего наказывать, либо запрещающего. Поэтому по умолчанию в Китае физическое наказание детей позволительно. Давайте теперь подведем итог и сделаем анализ статистики и показателей данной карты. В первую очередь следует заметить, что Организация Объединенных Наций пытается оказать влияние на ценности многих стран, то есть на ценности мирового сообщества. По вопросу физического наказания детей при ООН была создана специальная рабочая группа, которая разослала обращение ко всем странам, в которых осуществляется физическое наказание детей с просьбой и требованием принять законы, которые бы запрещали наказывать физически детей. Это обращение и ответы из некоторых стран опубликованы на сайте ООН. Если кому интересно, вы можете там ознакомиться. Следует отметить еще один такой интересный момент, что закон о запрете оказания детей родился или произошел в некоторых странах Европы. Причем это произошло совершенно недавно. Примерно в период с 1980 года по 2020 год практически все страны Европы приняли этот закон. То есть это указывает на то, что в Европе происходит изменение всех ценностей, которые до этого были в обществе. Интересно также выделяются англоязычные страны. Несмотря на то, что эти страны имеют очень тесный контакт со странами Европы, есть какой-то культурный обмен и взаимное влияние на ценности, тем не менее в англоязычных странах на данный момент все еще сохраняется консервативная позиция по поводу этого вопроса. Можно заметить одну очень точную вещь. В тех странах, в которых действует закон о запрете физического наказания детей, происходит изменение семейных ценностей. В таких странах начинают все больше и больше преобладать ценности самовыражения. Ребенка не учат послушанию своим родителям. Ребенка также не учат уважению своих родителей. Но наоборот, ребенка учат тому, чтобы он был независим, чтобы он мог проявлять свой внутренний мир, свое воображение, реализовывать свои желания. Таким образом, в этих странах начинают преобладать ценности самовыражения. Дети учатся ставить на первое место свои личные желания и какие-то устремления, нежели желания коллектива, общества, страны, семьи. По нижней шкале ценностей очевидно, что чем больше пунктов в сторону ценностей самовыражения, тем более вероятность того, что в стране примут закон о запрете физического наказания детей. Англоязычные страны являются на данный момент исключением. Но хочу заметить, что в этих странах есть определенное количество организаций, которые пытаются повлиять на правительство с тем, чтобы правительство данных стран приняло закон о запрете физического наказания детей. Просто это вопрос времени. Я думаю, что в скором будущем в этих странах также примется подобный закон. А сейчас давайте посмотрим на карту, на которой красным светом обозначены страны, в которых приняты законы о запрете телесных наказаний детей. Видно, что таких стран на данный момент меньшинство. На этой карте в очередной раз можно увидеть взаимосвязь и влияние на ценности стран, которые в прошлом были бывшими колониями. Англия в прошлом была страной-колонизатором, которая имела колонии в Канаде, США, в Австралии. И мы видим, что ценности, которые присутствовали в прошлом обществе Англии, они трансформировались в ценности этих стран и до сих пор оказывают влияние на современные ценности этих стран. В Англии принят закон о том, что позволительно мотивически наказывать детей. Точно так же и в этих странах, в Канаде, США и Австралии, принят такой же закон. Подобная картина наблюдается и с другими странами-колонизаторами, такими как Испания и Португалия. Они колонизировали страны Южной Америки и в прошлом оказали большое влияние на ценности этих стран. Это влияние распространяется до нашего с вами времени. В Испании и в Португалии принят закон о запрете физического наказания детей. Точно так же такой же закон принят и в странах Южной Америки. Начало изменения ценностей и методик воспитания детей началось совершенно недавно. На данный момент лишь немногие страны поддерживают эти изменения. Неизвестно, к чему это приведет, какие будут результаты и как дальше будет развиваться событие в этом направлении. Время, как говорится, покажет. Это видео входит в состав цикл передачи ценностей в современном мире. В данном цикле передач затрагиваются следующие ценности, которые претерпевают изменения. Изменение отношения в мире к авторитету Бога, религии. Изменение ценности брака. Изменение методов воспитания и наказания детей. Легализация ЛГБТ. Легализация эвтаназии. Данные для этих видео были взяты по результатам исследования социолога Рональда Инхларта и его соавторов, которые представлены на карте ценностей мира Рональда Инхларта. О том, что такое карта Инхларта и какие обозначения применяются на данной карте и значения всех терминов, которые там есть, вы можете посмотреть в данном видео. Карта Рональда Инхларта. По каждой из этой темы созданы отдельные передачи, которые вы можете посмотреть, пройдя по ссылкам, представленные в описании данного видео. КОНЕЦ